Друзья, всем привет! В последнее время очень много слухов вокруг линейки Edemitsu Zepra в металлической банке. И то, что этот продукт давно не выпускается в Японии и там не продается, и то, что качество упало ниже плинтуса, и то, что с каждой партией товара приходят разные дизайны банок. Давайте разбираться в этом по порядку. Меня зовут Антон Воронков и вы на канале MyGT.ru. Поехали! В этом видео мы разберем, первое, что из себя представляет корпорация Edemitsu и какое место она занимает в Японии. Очень кратко. Второе, производится ли корпорация Edemitsu линейка Edemitsu Zepra Pro и продается ли она в Японии. У меня уже было полноценное видео про компанию Edemitsu, где я рассказал практически от и до всей истории компании, почти с самого начала, почти с самых истоков, и по сегодняшний день, чем они занимаются, что из себя представляют, какую роль играет в нефтеперерабатывающем бизнесе в Японии. Все ссылки будут в описании к этому видео. Теперь факты кратко. Edemitsu крутые. Первое, это нефтеперерабатывающая корпорация полного цикла. Они сами добывают нефть, транспортируют нефть, перерабатывают нефть, производят готовые нефтепродукты и сами же их реализуют. Это компания, корпорация полного цикла, самодостаточная. Второе, Edemitsu это одна из самых старейших нефтеперерабатывающих компаний в Японии. И третье, круче Edemitsu в Японии только бывший GXTG холдинг, сейчас это Eneos холдинг. Не путайте с Eneos, который продается у нас в России, это совершенно разные вещи. Большие, крутые, мощные, вторые в Японии. Все это есть в моем большом видео, все ссылки будут в описании. Второе, продается ли линейка Edemitsu Zepro в Японии. Я сам бывал в Японии, мы посетили самые крупнейшие сетевые магазины японские, это и Автобакс, и Йолухат, и Абгараж, проехались по станциям, по многим, там больше 10 станций проехали. В магазинах в рознице Edemitsu в мелкой таре и в крупной тоже не продается нигде вообще, то есть в крупных сетях Edemitsu нет. С чем это связано? Это связано с тем, что всегда Edemitsu исторически реализовывали свою продукцию, в частности в небольшой 4-литровой таре, через собственную сеть АЗС. У Edemitsu сейчас 6,5 тысяч АЗС по всей территории Японии, это очень много, причем многие из АЗС вместе с сервисами объединенные, поэтому они реализовывали всегда свою продукцию там. Когда-то, 100 лет назад, на фирменных АЗС Edemitsu продавались 4-литровые канистры Edemitsu Zepro, их можно было там купить сейчас, их там нет. Как сейчас продаются моторы на трансмиссионные масла на фирменных АЗС Edemitsu, которые объединены вместе с сервисами? Это либо подземные резервуары, либо это наземные, что реже бывает, либо на периферии, на удаленных станциях, это бочковые продукты Edemitsu. Через раздатчики они эти масла продают, просто как у нас в магазине, знаете, через раздатчики из бочков выкачивают. Раз в неделю, примерно, или там дня в два, в три проезжает бензовоз, у него специальные отсеки, разделенные по разным видам масел моторов, трансмиссионных, и он добавляет то, что у них в данный момент закончилось. Так построен бизнес на АЗС Edemitsu, они продают давно уже так. То есть, фасованную тару на АЗС Edemitsu, тем более Zepro, ее сейчас не встретишь нигде, ее нет вообще нигде. Вот такие вот литровые металлические канистры Edemitsu Zepro любой вязкости в Японии не продавались никогда вообще. Это изначально чисто экспортный продукт, то есть японцы в глаза их не видели. Единственные литрушки, которые Демitsu в Японии продает и производят, это двухтактные масла линейки Zepro, так сказать, в пластике они сейчас их делают, там, тормозные жидкости, PSF какие-то, в общем, автохимию. Литровые канистры в металле, моторные масла, они для внутреннего рынка Японии не производят и не производили никогда. Поэтому японцы их даже не подозревают об их существовании. Почему в Японии, в принципе, мало продается литровых канистров, я объяснял очень подробно. Вот в этом видео, ссылочка будет в описании, посмотрите, если кому интересно, там это пошагово и очень подробно все с вами объяснили, рассказали об этом. А теперь самое важное, и оттуда, в принципе, растут многие тех слухов, о которых мы с вами сейчас говорим. Действительно, с некоторого времени невозможно купить в Японии стало 4-х литровую металлическую канистру Edemitsu Zepro. Это связано с глобальным ребрендингом. Edemitsu Kassan купили полностью Showa Shilla со всеми активами, соответственно, во владение Edemitsu перешли и АЗС. Шилловские. Чтобы люди не путать, они решили сделать такой глобальный ребрендинг, объединить это все в один бренд общий, который будет называться Apollo Station. Но почему Apollo, понятно, потому что значком Edemitsu являлся всегда бог солнца Аполлон. Так он выглядит. Вот и сейчас они объединяют Шилловские станции и Edemitsu станции под единый бренд, который будет называться Apollo Station. Соответственно, все моторные, трансмиссионные масла сейчас также провели по ним ребрендинг и они также будут называться Apollo Station. Вот так вот выглядят эти масла. Линейка, собственно говоря, та же самая, что была у Edemitsu, ничего не поменялось. Просто сменили название с Edemitsu на Apollo Station. И именно эти масла будут продаваться на объединенных АЗС Apollo Station, которые раньше прилежали либо Edemitsu, либо Shell. Они обещают 2023 года перевести все станции под общий бренд, под общий логотип, там везде дизайн поменять. Но так как японцы очень-очень и очень все медленно делают, так я думаю, что где-то так в 2025 году примерно уже все сделают до конца. Поэтому имейте в виду. Линейка Edemitsu, линейка Apollo Station, это две практически идентичные линейки. Если вы внимательно посмотрите, я ссылочку оставлю в описании к этому видео на официальный сайт Edemitsu, то увидите, что линейки, они практически пересекаются полностью. Вот что касается экспорта Apollo Station, масел к нам в Россию. Это зависит уже от дистрибьютора, не знаю, будет он экспортировать или нет. Тем не менее, как бы, возможно, это произойдет. Может быть, этого и не будет. Не знаю, это нужно. Я как бы не могу на это влиять и это предсказать. Это зависит уже от импортера, от дистрибьютора и от политики Edemitsu по отношению к экспорту вообще, в принципе. Проверить все то, что я вам сейчас рассказал, не составляет вообще никакого труда. Во-первых, вы можете зайти сами на сайт Edemitsu, посмотреть на линейку Apollo Station, которую они сейчас предлагают и пропагандируют, рекламируют ее на своем сайте. Во-вторых, вы можете зайти на любой японский аукцион, там Best Japan, любой, неважно какой, и ввести просто Zepro 530 и посмотреть, что его там нет. В Японии оно там не продается. И в-третьих, в принципе, зайти можно на Minakara. В любое время Minakara это самый крупнейший японский автомобильный блок, на котором обсуждают все моторные масла, трансмиссионные, все подряд, все, что связано с автомобильной тематикой. Если мы ведем там, давайте просто ради интереса ведем там Edemitsu Zepro и видим с вами 4 поста, 2 из которых датированы 2010 годом. Там еще видите SM-овские, GF4 допуск, еще древнее-древнее масло. И третий пост у нас датирован 2012 годом каким-то бородатым тоже. В общем, уже с 2012 года японцы сами не видели вживую банок Edemitsu Zepro и не использовали их, и не покупали их, и, соответственно, о них не пишут. Это проверить легко и просто, достаточно просто перейти по ссылочкам, я размещу их в описании к этому видео. Что это все значит? Неужели продукции Edemitsu Zepro больше не производится в Японии и поставляется к нам в Россию из каких-то непонятных стран Вьетнама, Толанда и так далее, откуда приходит к нам пластик Edemitsu? Конечно же, нет, это полная чушь. Вся продукция Edemitsu Zepro поставляется к нам в Россию из Японии. Вот в этом видео я рассказывал вам подробности про японскую тару, кто и где ее производит, какие заводы и так далее. Там все очень подробно я объяснял. Поэтому просто мне поверьте, что вся японская тара, которая упакована продукцией Edemitsu и которая поставляется к нам в Россию сейчас, она произведена вся в Японии. И контраргумент, который часто встречается в комментариях о том, что металлическую тару давно уже делают не в Японии, а в Вьетнаме, в Кабодже, в Таиланде и с поддельным документом якобы экспортируют к нам в Россию. Или его пустую металлическую тару экспортируют из Японии, готовую в Камбоджу, например, в Вьетнам. Там ее разливают в нее масло местное, дешевое и поставляют к нам в Россию тоже. Это такая собачья чушь вообще, вот реально. Edemitsu это один из самых крупнейших, ну второй, вернее, в Японии по величине игрок на нефтеперерабатывающем рынке. Для него, для Edemitsu, для компании, для корпорации продажа смазочных материалов, именно смазочных материалов, составляет, ну не то что мизерную, но очень маленькую долю их заработков. Они зарабатывают с другого. Для них смазочные материалы это как бы, ну, не их все. Для Edemitsu, кстати, смазочные материалы гораздо более большая и важная тема, чем для GXTG, ну и сейчас для ИНО Сходных, вернее. Но тем не менее, все-таки, они зарабатывают в основном не с этого. И поэтому я не могу себе представить, что должно случиться для того, чтобы они пошли на такие махинации. Это просто невозможно чисто, вот, во-первых, не в их стиле, не в стиле японских крупных корпораций, во-вторых, как бы, ну, это им не нужно абсолютно, это такой бред. Вот, поэтому, если бы речь шла о какой-то, знаете, мелкой компании, которые, да, в Японии их тоже мелкие компании, мошенников, мошенников. В Японии есть мошенники, которые на рынке смазочных материалов присутствуют. Они производят там, либо перепасованные Кореи продукты свои, либо там, просто там, очень дешевые продукты используют, продают, и как супердорогие японские. Такие мошенники есть, да, но мы сейчас говорим с вами о второй корпорации, крупнейшей в Японии. И мне это не нужно вообще, они этим заниматься не будут никогда, вообще. Это полная чушь. Если вы видите документы в ГТД, что продукт привезен из Японии, значит, он привезен из Японии, сделан на одном из НПЗ Эдемицу, которых у них несколько. Это НПЗ полного цикла, большие, крупные, и о них я тоже вам подробно рассказывал в этом видео еще раз. Давайте покажу вам, посмотрите в описании, почитайте ссылочку. Поэтому не ведитесь на эти слухи, это бред сивой кобылы. Все Эдемицу, Zepro, которая поставляется к нам в Россию, оно сейчас, в данный момент, производится действительно в Японии, и только там. То, что оно производится на экспорт, чистый, и внутри Японии не продается, я в этом вообще ничего страшного не вижу, так очень многие поступают и так далее. И еще у Эдемицу несколько своих крупнейших нефтеперерабатывающих заводов полного цикла в Японии, о которых я вам рассказывал, опять же, в этом видео. Вы можете посмотреть, это все есть в свободном доступе, вы можете сами посмотреть. Они постоянно забиты под завязку заказами, у них их хватает. Они каждый квартал участвуют обязательно в тендерах на производство ОМ продуктов, они участвуют в тендерах и на Ниссановские продукты, и на Хонду, и на Митсубиши, и на Субару, и т.д. И даже на Тойотовских тендерах участвуют, но там Тойотовских тендерах не выигрывают, потому что у них политический сейчас контракт с Энеосом, с Энеос Холдинг. Но, тем не менее, они участвуют и производят очень много продуктов под ОМ. Не все, конечно, да, Энеос, конечно, больше производят, естественно, но, тем не менее, тоже производят. И за мной вот находится на полочках, наверное, брендов 10 именно этикеточных продуктов, которые произведены на МПЗ и Демитсу, либо из их базовых масел, что еще чаще встречается. Поэтому у них все нормально с заказами, у них там они не страдают из-за этого, они поставляют и там для ОМ-производителей, делают для ОМ-производителей, поставляют базу для ОМ-производителей, и поставляют базу для этикеточников, и поставляют базу для каких-то там сетевых магазинов, которые производят под своим брендами масла. То есть у них с этим все в порядке. Очень многие масла, которые вы покупаете у нас в России под японскими брендами, они сделаны как раз либо из базы Эдемитсу, базовых масел Эдемитсу, либо на МПЗ Эдемитсу, одно из двух. Вы даже об этом, может быть, не догадываетесь. Я не рекламирую Эдемитсу. Мало того, мы являемся конкурирующей структурой, которая занимается продажей и продвижением на российском рынке бренда Castle, о котором я уже тоже неоднократно вам рассказывал. Бренд Castle производит по заказу Toyota Mobility Parts, это подразделение Toyota на заводах EMG. Ну, сейчас это Enox Holding. Поэтому это два прямых конкурирующих бренда. Поэтому никакого резона рекламировать Эдемитсу абсолютно нет. Тем не менее, нужно как бы просто расставить точки на Д, чтобы вы понимали, что все слухи так и остаются слухами. Если это изменится, я постараюсь об этом вам сообщить. На этом все. С вами был Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.